его все он никого блять а мы это не смотрели мечтает умеет знакомьтесь с нашими сегодняшними участницами так екатерина не видели совмещают учебу вузе и 2 работу плюс сайз модель с плюс сайз модель имеет гадать на картах таро я понял знает ой блять аж случайно блять сделаю совмещают учебу вузе и работаю сайз модель с моделью умеет гадать на картах таро знает все о сексе мяч знает все о сексе блять окей себе под стать бы себе под стать под стать такого же жирного блять или что под стать просто просто когда говорят под стать подразумевает определенный уровень валерия мечтает поступить в престижный вуз для актуи с пистолетом пустилась и заводная терпеть не может 2 и скучных людей ищет клёвого парня с кем будет драйвова я скажу ким же я себя токсиком чувствую пиздец обожает общаться с людьми готовить и печь тортики очень азартная натура в отношении не ценят честность поэтому надеется познакомиться с парнем который не будет ей брать блять не знаю но пусть быть 5 на пацанами ой блять как же эту актрису жизнь помотала после голодных игр я в хуй и ксения психолог и журналист свободное время танцует сальсу и смотрит футбол мечтает было лица с искренним и симпатичным мужчиной анастасия прошлом телеведущая будущем стюардесса профессионально занималась художественной гимнастикой любит детей ищет свободного во всех смыслах парня знаю даже ну что привет старухи старухи тебе сколько лет ну четыре пусть вы перегнула конечно кто здесь старуха здесь поэтому меня больше самая младшая поэтому меня больше шансов молоденькие девочки конечно ценятся но только в том случае если они хорошо выглядят нет единственное что у тебя больше так это жопа блять а не шансов извините меня преимущество детка и опыт вообще не скажешь сколько тебя 29 35 ну зато да да проигнорила блять девчонки вы сюда пришли подождите а где эльдар с этим комментатором смешным шансом скорее а где смешные комментаторы мы сюда пришли за единственным тем сам который они заболели блять возьмет и унесет нас далеко-далеко в прекрасное какое-нибудь место должен быть только пауэрлифтер прям огромный конечно никого слушать я пришла за самым лучшим за самым богатым и за самым красивым а вот комментаторы самым поехавшим если он тебя выберет именно такого сегодня я и заберу себе его башен долго сидишь вы конечно такого размера что вас точно сложно не заметить пошла токсично сразу же то есть она получается стройная увидела то что есть ни много ни мало лишних килограммов спасибо что заметила наше преимущество я предлагаю поесть сегодня мы смотрим за 300 ильдар это friendly fire не туда воюешь дебил блять хороша 20 как как блять рашад раша о ну вот сейчас у толстушек появился шанс восемь лет художник 28 лет художник постановщик на телепроектах умеет из ничего создать красоту готовится выпустить свой альбом занимается тяжелой атлетикой нихуя себе тяжелой атлетикой это жесткая взвешивает яйца в магазине в девушках предпочитает бирюзовый цвет глаз ведь ничего не мышник блять постановка готовит художник цвет глаз это про меня поэтому я играю художник борец у него явно что-то не так с головой вот я мне еще и рашад брать мне тоже так показалось да типа разносторонний человек по ее мнению это больной человек он сказал что любит красоту значит я ему точно понравлюсь я в игре ну парень который взвешивает яйца мне не интересен а вы знаете ну творческая профессия мне кажется много не заработаешь поэтому я пас как скажешь подруга дрейк повесился только что как сказать логика дологи когда боги когда вот это я через полгода а я считаю что любовь не измеряется вообще на самом деле в числах я с тобой согласен братика на просто не просто 300 сердец как 300 сердец всем привет девчонки я со стриг с барана положил под кепку мне так нравится я свободный мне 28 лет и 28 лет понял принял блять и я бы хотел исполнить для вас песню вот эти вот слова блять сижу костра ищу ночи до утра не хватает еще слов какой-нибудь ты только моя какая-нибудь вода такая бессмысленная нужно я не знаю где тебя искать когда мы увидимся опять вот что-нибудь такое должно быть то есть песни прям максимально просто быть ну поняли да ведь я я ищу тебя ведь я люблю тебя блять вот вот охуенно вот вот да вот что про что такое я говорил я найду тебя я на я ищу тебя я найду тебя ведь я люблю тебя я ищу тебя сосиска моя но как найти тебя и не потерять как найти тебя и не потерять вот-вот обсужд бессмысленная хуйня максимально даже даже для любовной песни это максимальная бельби скусица я ищу тебя любимая моя я ищу тебя я ищу тебя блять это как ему не кринжова я ваху и ты бы хотел участвовать в этом проекте даже чисто по рофлу я допускаю что если мне вдруг будет не лень а и настроение будет я уже говорил что я бы пришел туда сделал бы себе максимально ебаные описание чтобы меня на скипали бабы чтобы меня четыре из пяти баб скипнули нахуй и одна посмотрела просто по интересу пришел и просто блять блять всратую хуйню хуху хуйню бы полную себе нанес типа там блять не знаю безработный любитель там еще чего-то сидит дома играет в игры типа дотер чекунь описание такую ебаный вы сделал максимально шоку про скале типа есть слово тебя и потерять делай чё хочешь все по тебя потерять потерять тебя тебя потерять что-либо тебя потерять если отправили на такое шоу сколько баллов бы себе поставил я бы еще и 100 баллов бы себе поставил чтобы написал но я же сказал чтобы написал безработный игрок в доту мечтает пробиться в киберспорт и взять интернешнл 33 года считаю что никогда не поздно начать сначала что не такое живет с мамой чтобы когда меня скипали они говорили 33 года начать сначала этот парень явно типа блять ему уже пора заканчивать а не начинать я не буду его смотреть еще учет вот ну всякая такая хуйня блять когда ты пел песню я ищу тебя ты показал пальцем на всех девушек они только на меня поэтому я пас ну а квартир больше чем ммр но это уже совсем другая история понимаете это уже совсем другая история потом конечно нам чем-то вот еще занимает может быть бы кстати говоря если блять а ну хотя нет у нее скипнули заранее тогда бы я уже не смог этот мув сделать ну короче я бы сделал очень такое чтобы бабы тошнотворно смотрелись я работаю постановщиком на тв давай забираем уйдите да я же сказал два яйца по 300 килограмм давай смотри да да ищет девушку похожую на сахароску я бы это тоже добавил описание телка у парня мне нужен парень с постоянным достатком поэтому прост но она под стать себе ищет под стать себе пока 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 счастливо но она ищет под стать себе ты еще найдешь свою музу на самом деле как-то даже жалко его что-то он там искал ну все в итоге без кепки мужа ему судя по песне очень нужно девушки пришли не за отношениями и за за тем чтобы найти свою пару просто похайпится стоит признаться ни в одну ноту он конечно не попал ну у него текст так себе я скажу ищу ищу на ищу вот пусть ищет перспективы в своей жизни поет о том что вот она его будет вдохновлять сразу трек хорошие девочки давайте мы вам еще под еще надо до 300 ну нет но честно я взглянула бы на 100 потому что если это 300 хочется хотя бы понимать что будет за 100 у нас мне нравится что они на серьезных щах это все обсуждают как будто стартап обсуждают давайте за 300 ладно мы хотя бы знаем что за 300 в принципе нормальный парень ты решила только за 300 сегодня смотреть давайте ее душу играем за 300 попытка за 300 мы уже подтвердим свою теорию то что за 300 мальчики не очень у них есть теория вы посмотрите это научный подход я не верю что за 300 если вот это за 300 что еще придется до риск не хорошая смотрим за 300 за 300 давайте за 300 окей да согласен бомба поддерживаю давайте вадим 29 лет катается на велосипеде это охуенно просто блять вот чел выделил самую главную свое достоинство вадим 29 лет катается на велосипеде все-таки нихуя блять если на двухколесном тогда да я бы посмотрела продает все что продается например мать свою ведущий свадеб ой все ясно блять но пока его приглашают только друзья это потому что им его жалко нравится девушки широким спектром увлечений продает все что продается ведущий свадеб но пока его приглашают только друзья нравятся девушки челы роффлер стопроцентное но вообще описание недостаточно роффельное чтобы говорить что он роффлер то есть описание пока обычная то есть ну если бы это был роффлер наверное она была бы реально более пёс-то рофф рофельное широким спектром увлечений какой у тебя аспект развлечений выбери из трех вариантов широкий узкий либо же средний ой наверное я будет на свадьбу насти хотела насть тебе точно нужно его смотреть вадима вадима я позову на свою свадьбу сейчас уверен вдруг он такой ведущий может мне жених он по возрасту мне слушайте я вот что подумала а как вы считаете когда он пересюда иногда интегрирует известных личностей типа какой-нибудь чувак приходит который известен им по сценарию как думаете говорят чтобы он чтобы они все его выбрали как бы помните были с чуваком рэпером с которым они еще потом уехали все ну типа для экшена так сказать но типа девочек предупреждают что вот сейчас будет выходит вы все даже нажать кнопочку подтвердить мне почему-то мне почему-то кажется что мне кажется а мне почему-то кажется что когда приходит популярные чуваки они как раз приходит под конец мне кажется что часто так и делается обеспечивать хорошим достатком девушку но почему она говорит о хорошем достатке если ты откровенно заявляешь откровенно сама что тебе нужен мужчина определенного уровня достатка ну и наверняка еще и не урод тогда к тебе такой же вопрос поскольку ты ищешь достаток и я как мужчина с тебя достаток взять не могу значит я должен взять тебя что-то другое например твою внешку так почему же ты выглядишь уебищно это за что плачу если у нас такие то сказать товары денежные отношения начинаются а за что я плачу тогда я не понимаю ну не знаю может быть кстати зря мы отказываемся может быть стоит все таки попробовать но я понимаю твой ну слушай если вы так топили за предыдущего им он вам не подошел возможно это даже будет лучше чем тот но вы знаете парень старше меня на год в принципе можно и посмотреть ей 28 возраст меня не смущает вы вообще туго мыслите если он катается на велосипеде то значит у него подтянутая тело катается на велосипеде это не равно участвует вела гонках на шоссейных велосипедах это кстати связано я когда 110 был на велике катался летом нет вот велосипедисты которые знаете на шоссейных велосипедах хуярят вот у них такое уже именно спорт прям спорт такой да вот полупрофессиональный там или профессиональный вот они подтянутые да они подтянуты то есть у них а просто люди которые катаются на велосипедах велосипед это хорошая кардионагрузка расслабляющая при этом так или иначе тонизирующая ваш организм но к сожалению это не связанные вещи так что да я оценил себя в 300 валов потому что потому что я себя уважаю и считаю это самая объективная оценка по факту мужик симпатичные девочки выглядит на 40 а сколько ему я забыл просто вот и пишет на 40 сколько ему вы 29 не ну выглядит он конечно постарше какие 1 2 3 5 все хороши козырёк тебе чем все время прикрываешься шо там ты чего-то не видишь как настроение а можешь ты про себя рассказать что-то а с чего начать пришел тебя тебя дожди влечу за бред ты уже блять уже скипнул его как-то ну типа странно ну да я так понимаю что иске вдруг ты меня переубедишь почему велосипед а там не только велосипед оказались на сноуборде это хорошо катаешься на сноуборде ну выше среднего я считаю если и на переднем и на заднем танце дайка я видел этого челика в тик токах с парфюмером а с парфюмом и этого человека где-то на в ютюбе видел да и голос у него знакомый бля вообще не ебу кто это антуис тоже какая-то подпивасная версия козловского блять козловского кстати не понял козловский выглядит слушай раз ты катаешься ты ты спортивный можно потрогать твой бит на бицепс ну давай правда причем тут бицепс и велосипед со сноубордом ну да ладно баш на баш ты трогаешь бицепс я могу что-то другой потрогать на девочки ну что то есть но на такой далеко не уйдешь это все что хотела потрогать типа чел держит просто руль велика и она хочет потрогать его бицепс если подожди смысле какой-то волосатый ну вот она не трахалась никогда ребята я не знаю я трахалась с кем-то то видимо она трахалась с 12-летним мальчиком блять другого как бы до какой-то криш подходит девушка я вот это еще один пример почему я обсуждаю вне внешность на этой передаче потому что вокруг нее все кроет крутится подходит баба в ужасной форме физической не самым красивым ебалом подходит к чуваку футя волосы блять ну тоже как бы намекай на его внешность футя волосы и уходит и кстати это же она сказала что знает все секса а к сексе или нет или это первое сказала вот это сказала или вот та вот какая из них сказала я его короче какая-то из них сказала а первая да а я не волосатый но не знаю ладно все давай гуляй скажи еще что-то я не знаю давай пусть нам еще что-то расскажет не ну по факту разъебал не я не знаю что я ну нет ну а ну а реально блять аэродинамика страдает долбоёб ты зачем катаешься на велосипеде чтоб быть быстрее вот эти волосюки блять они аэродинамику всю портят для долбоёб всем известно что велосипедисты лысые полностью блять с головы до пятны блять у них нет у них нет волосы блять какой блять ой блять прости пожалуйста но ты ниже меня ростом поэтому это ну подожди дай шанс парню что там даю тебе последний шанс скажешь вот удиви меня чем почему я должна выбрать тебя девушку дает шанс последний я бы и знаете как ответил нахуй пошла всем пока блять шансы были просто ёптвою мать на самом-то деле черек приятный вышел внешка хорошая нормально разговаривает такой опрятники и так далее что-то они себя с ним ведут как будто он ну не знаю говном намазану честно так странно просто пипец так слушай ты мне не нужна пока все на велосипеде покатаемся кантова кантоваться мы умеем я не люблю когда парни меняет мнение мне нужен тот который он не менял мне нужна она он показал на настоящее если он показал на нее где твоя логика сучара ты тупая если он показал на нее нахуй ты его просишь блять и говоришь ему я даю тебе последний шанс заинтересуй мол меня а после этого говоришь блять он выбрал ты тупая пизда блять так ты сразу блять знала это он выбрал ее нахуй ты ему блять шанс какой-то даешь что ты несешь блять ебанутая понимаешь я желаю тебе найти свою любовь блять я как будто в нектами зашел вот отвечаю блять вот это пиздец вот это интеллектуальное развитие я как будто с бабами в нектами сижу это охуеть блять вот вы замечали как я иногда с девушками в нектами начинаю разговаривать вы замечали я начинаю да ооо да она нам что нибудь скажет хуйню я такой ооо ну круто хотя блять вообще я рот ебал блять вообще не круто нихуя то есть с ним приходится разговаривать как блять с детьми двенадцатилетними га га ууу блять потому что с ними начинаешь разговаривать серьезные по факту они таки э пух сиренька мне нечего ответить блять и скип вот блять бабы из них томи сидят ворфий надо было убеждать нектами еще будет слушайте ну будет на я вообще хотел на этой неделе подрубить но возможно это недель я не успею но посмотрим может воскресенье подрублю потому что изначально шел к ней прости а ничего он сказал если кто то не понял пока было не слишком обидно но хотелось бы большей продуктивности прозвучало как девизу ой девочки хороший был парень это была любовь с первого взгляда парень был хороший вот бы мне такого парня как он или скажет что ты душнила а душнила это одно это один из самых крут крутых современных бабских аргументов когда им не никогда не мне чего сказать то есть ты их душишь но они не понимают что это не ты их душишь а их неразвитый интеллект их душит то есть это не ты то что она не может ничего сказать или что то не вот не понимает в таких достаточно простых вещах это сука не твоя проблема эта проблема блять ее развитие то есть ее недоразвитость и есть ее духота вот в общем то все должен быть просто вау не слушай почему ты его не забрала тебе изначально говорила что надо смотреть все таки за стол парней смотри за 100 давайте давайте попробуем за 100 может быть что то поинтересней ну или за 500 не не девочки 100 это ну вообще я пришла изначально за парнем за 500 если вам надо утешить вашу душу играйте пожалуйста гуляйте за 500 кг долларов блять ее конечно тысяч маловато а чё ж не ее не юаня а если ты не по блять она конечно знаете я замечаю что это ее очень сильно обезоруживает как только ей намекают на ее вес она сразу же теряется в говно просто потому что ее это каждый раз ебануто задевает но мне интересно если на самом деле ее это так задевает и и ей приносит это дискомфорт то почему она не займется собой то есть я знаю что есть люди которые с лишним весом и им просто похуй вот ты им скажешь жирный а им вообще поебать ну то есть они не испытывают дискомфорта то есть им они они полностью комфортно себя чувствуют в своей в своем теле то есть и они как бы ведут вот этих людей я понимаю то есть ради бога они не испытывают да вот от этого но когда ей говорят она прям сразу то есть ей это не нравится ей это не нравится то есть ну жирный балдис говори себе это почаще и может быть когда-нибудь ты займешься собой господи ну ты и душнила серёжа частично это правда потянешь парня на 500 потяну за 500 я считаю что за 300 это среднее то что мы видели это вообще не надо все равно за 500 смотри даже за 500 коварный плохой метаболизм ну держу в курсе он разгоняется от занятия спортом и правильное питание разгоняет метаболизм я слышал отмазку про лишний вес мол гормоны ничего не сделать это правда у некоторых людей действительно могут быть гормональные сбои вследствие чего у них лишний вес и пока они не восстановят свои гормоны не вылечится им будет безумно 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 сложно прийти в нормальное состояние такое действительно есть но суть заключается в том что таких людей безумно мало это достаточно редкая проблема на самом деле то есть 33 года 33 года аниматор детских праздников в свободное время катается на велосипеде еще один любит девушек постарше со стройной фигурой так девочки но я люблю парней постарше поэтому я в игре чего блять те сколько лет а нет но если 28 а ну тогда ладно нет если 28 то все в порядке ей 28 но кстати выглядит гораздо младше блять она выглядит младше 28 нет окей тогда ладно ну 33 это хотя бы не младше давайте смотреть я тоже согласна с тобой потому что мы не не если 25 и 28 то как бы окей все окей мне почему-то почему-то показалось частично я не знаю почему мне показалось что она говорила ей что-то типа 19 условно говоря вот и я такой ок ищем там по 17 лет себе же нам нужно чуть постарше ну 33 года уже наверное как бы повидал все смотреть 28 это же последний нет я уже не помню как у них представление о человеке 33 лет типа что он уже все все жизнь прожитая ну вот они сидят просто они тоже с ильдаром взрослые очень блять вот вот посмотрите на нас блять посмотри какие мы красавчики посмотрите на него блять на меня на ильдара блять а мы ведь все ровесники если что а блять а нахуй блять самый расцвет сил блять алё какие там это блять наоборот блять номер один ёбери понимаете самый блять сок нахуй таскать вот работа с детьми это конечно круто но мне интересно потому что парня ну за 500 должна быть хорошая самооценка должен быть уверен в себе я играю за 300 у него получше какой интересный я себя оценил 500 потому что я знаю только эту цифру я думаю что я идеально мне бы такую самооценку я этому чуваку гитман я этому чуваку завидую и пиздец ребята когда перерыв будет девочки добрый день я могу станцевать танец вот так здравствуйте я пришел найти себе девушку стройную от 35 это мимо от 35 то что он реально хотел старше себя я пересмотрел начало ей не 28 она студентка еще конечно бабы это пиздец это кубаб такое бывает и как девочки которые мне пишут например 19 лет я им потом постоянно пишу ты знаешь как миле танки да я такой ангар теть смущает итак у меня меня ты нет блять меня то нет как бы мне то похуй в вот но этого только бабы только бабы блять это вот только бабы то есть сидят которым там 19 20 блять 33 окей нет проблем то есть мужиков таких нет то есть нет такого что мужик такой сидит в 18 лет в 19 20 выходит баба 33 он такой говорит заебись 33 бабы это я посмотрю да ну то есть где вы таких почти нет а можно вопрос а вот я в вашем понимании стройная или нет ты издеваешься средняя решили оскорблять его даже так видишь а вы с мамой живете или нет временно да пока делать ремонт квартира так делать ремонт женя женя женат был был но развелся потому что квартира все еще в ремонте вот она как-то не дождалась видимо а дети есть нет хочу никто не хочет убийца все потрогать он же на велике катается я пас прости же пожалуйста но мне не знаю позитивный чувак понятное дело что такой как бы так скажем необычный да где-то но не знаю типа вот такие люди они таки ощущается так добрый так просто нормально со стороны может быть он конечно педофил какой-нибудь но учитывая что ему нужны женщины постарше он не педофил поэтому он милфофил наоборот не знаю нормальный челик но встречаться с таким бы не стоял я бы не стал но это да я соглашусь мне всего 17 а вам 33 попахивает уголовкой все в любом случае попахивает уголовкой не ну да альтернатива конечно жить с мамой ну такой себе я по естественно мне тоже хотелось бы чтобы он не был жена расти ему есть то есть я я бы не брал женатиков бывших но вы еще будете счастливы мы желаем найти свою любовь ну тут объективно не штук поэтому не взяли то что ну ну клеймо это факт чего чего а да а то это год и говорил да я 33 да я чё блять чел ты единственный что более-менее грамотно написал это пасту которую ты скопировал у других чё ты блять несешь ебанат блять это правда девки странные у меня есть знакомая которая встречается со своим 40 плюс учителем причем начали встречаться когда я еще не было 18 ей норм баба в этом плане у них какое-то странное восприятие блять я вот даже не знаю как это работает у женщин я ну вот реально не знаю допустим когда бабе 25 там и она там с чуваком 30 плюс ну нормально абсолютно нормальная хуйня но когда чуваку у девки на 19 или 18 типа удивительно что это их не смущает понятное дело что мужик то может допустим быть какой-то как брэд питт окей тогда похуй внешне он типа охуенные все дела но и взглядом будет поджигать после первые 17 будет 35 лет ей реально 17 или она а микрос на пошутила нет шоу где-то не подошел я девушкам поэтому не выбрали специально шоу чтобы найти девушку а я еще а если 23 ну 23 наверное тоже нормально меня на самом деле в этом плане вот я бы мог быть 23 летней девочка меня бы это не смутило но с 19 летней то есть блять здесь есть какая-то вот такая понимаете 23 и 19 все-таки ну есть разница все-таки ну типа четыре года это нормальная разница типа 23 и 19 типа ну чука вы даже вот так вот как бы типу кей типа и 23 я бы мог бы с 19 летней ну бляху и знает как бы нет дело даже не в том что и 19 в том что я даже не знаю что как бы с ней делать причем вот у меня была история относительно недавно когда мы познакомились с девочкой одной там блять короче вы в одном заведении вот еще тогда значит ее подруга меня блять сказала и что здесь понравился ее подруги бла-бла-бла блять я подхожу там девка пизда молодая блять то есть просто пиздецкая молоденькая я подхожу и первое что я говорю ей игрю мне 32 года типа скоро будет 33 игры сколько тебе лет блять она такая чё-то 21 а 21 что типа этого я такой ну ладно блять в общем потом она списывается со мной вся хуйня блять оказывается ей 18 нахуй лет я такой как бы она такая как бы ну мне мол похуй она говорит типа тебя это смущает я такой как бы а якобы делать не ничего не собираюсь игру него поебать вот и мы что-то с ней поговорили поговорили как бы блять там что-то пообщались как-то все затихло потом проходит время блять она мне просто нахуй отправляет мы свите мы свите в этот момент где-то сидели не помню где мне просто приходит сообщение блять я там-то приезжай ко мне я блять там нахуй просто блять охуел блять мы блять свите сидели блять игру показываю грублять смотри нахуй кто написал чё пишет блять я такой пишу и типа нет сорян типа я не приеду я сейчас на типу я так вежливо отказал да там я сказал типа сорян и типа сейчас занят я никуда не поеду ну как бы вот и все блять ну просто пиздец параметр а чё такого ей 18 же блять чел а ты ты вообще с девочками общался когда-нибудь понимаешь чем дело если вопрос в том чтобы выбыть ее да блять конечно она может прийти блять раздеться нахуй отсосать не хуй я могу ее без проблем выбыть она уже девочка взрослая как бы вопросов нет если мы говорим о постели блять конечно я могу ее трахнуть но если а дальше а а блять чел я я общаюсь я общался общаюсь с девочками абсолютно разных возрастов и ты себе представить не можешь как иногда туго строится диалог с девочками гораздо старше которым там двадцать три двадцать пять с ним попиздеть не о чем то есть ну ну короче очень тяжело то есть кругозорно очень странный с 18-ти летней ты о чем будешь с ней говорить ну вот серьезно ты о чем блять будешь с ней говорить то бля это вообще охуеть тут с него эти даже не представляют то есть о чем с ней говорить что с ней делать чем с ней заниматься чем с ней заниматься то есть она ну блять ну пиздец тупая блять ну она маленькая ебануться плюс не хочется говорить то вы поняли да о чем что-то будешь с ней делать какой какой вы будете досуг блять проводить с ней тебе будет думаешь интересно но если ты можешь быть тупой тебе будет интересно мне блять пиздец интересно не будет то есть я при этом допускаю что может какая-то девочка есть там 18-19 лет которые при этом охуенное на общение просто и такое исключение прям блять там прям продуман красивые умные прям ну идеальная это одна история но таких как правило нет ну к сожалению не получилось будем дальше приезжал парня нашел нет ну ты хайпанул жестко братик слушай ты как раз таки похоже на его маму бля неужели реально 17 лет я не верю ей реально 17 лет я не могу я не могу это поверить но ты могла ему открыть свое сердце что она у тебя не до конца алчная мое бы сердце он не открыл я предлагаю посмотреть за 100 потому что у всех осталось мало сердечек ну да тем более за 100 мы еще не смотрели что самое то давайте за 100 за 100 см я сразу предлагала давайте смотреть за 100 что нужно делать чтобы переспать с тобой быть красивой девочкой александр 22 года работал в эскорте ни хуя это моё лицо сейчас было просто ебать если он работал в эскорте сейчас должен выйти просто соска парень работающий в эскорте сейчас должен выйти прям сасный парень это прям сосочка должна выйти готов по покатать девушку на своей машине ну бы для чьи конечно описание любит скромных девушек с милым личиком но это нормально вот это уже уважаемая профессия готов покатать девушку на своей машине это интересно руб не начать даже красивый чел выйти потому что ну эскорт для понятно уже должен красивый чекам он любит милым личиком и модельная работа у нас не такая уж и разная я игра молодой да и на машине я бы покаталась вы поняли на какой машине я играю модельная личка это про меня так что я точно в игре ну вот мне кажется сейчас они будут все за него пиздится брать и мне уже интересно парень который работал в эскорте у него точно красивый пресс это как да у него должны быть красивые тела да вообще должен быть красивый чел вудмана видели он наверно блять вудман он вообще причем тут эскорты вудман блять вудман это не точно смотрел 50 оттенков поэтому мы не говорим и мечты сбудутся так а вы чё поверили это я специально написал чтобы являете пезды выбрали ибо наебал блять чисто переиграл лохов ёбаных блять как дешёвок вас сделали пиздец как блять зеленый на меду блять хоть пульт 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 пуль и здесь шикатка советской довольны я явно в эскорте работал я 100 сердец на ебал блять на ебал блять на ебал на ебал да специально потому что я не начал завышать планку не ставил 300 500 на ебал обойти с девчонками чтобы они не придумывали себе что какой не на вообще на самом деле ход-то охуенный если ты реально пришел сюда баба выбирать по сути муфта ну нормасовый ты типа пиздишь знаю что тебя все начнут блять выбирать а поскольку они выбрали ты можешь потом выйти и заинтересовать их ну то есть блять да допустим там они тебя выбрали по одной причине но ты вышел и там блять ты там охуенный сам по себе блять и они таки ну ладно ты все заебись блять и она там с тобой уходит муфта в принципе блять окей а он выйдет вообще нет привет блять эльдар не понимает александр и я уверен что я а почему ты не выходишь и чё там стоит бы из твоих самых желанных снов он не рофлер блять девочки он до блять да он не рофлер нахуй постойте постойте нет он я не понимаю он рофлит или не рофлит я не понимаю немножко я запутался бы подожди я подожди я запутался он рофлит или не рофлит то есть это какая-то пост ирония блять трехслойный что это вы уже запутался сильное заявление александр а вы нажимаем вопросами к тебя ты как с девушками у тебя большой до опыт коммуникации смотри да я работал в этой сфере не так уж и мало но а он работал сфере xco эскорта смысле баб поставлял попрошу отметить то что я только сопровождением занимался а нет все таки он работал да ну нахуй блять блять в где в кемерово нахуй я не знаю где где он все блять но это пизда блин давайте скажем вот сейчас к женщинам говорю но вы бы вы бы не заплатили за такого то есть парень нормальный но если вы снимали прямо парня для сопровождения в эскорт агентстве вот за это деньги во вы не выложили выбавлять за другого день ну если уж вы платите за то что был чили который вас сопровождать но за него вы не заплатили деньги сто процентов это ну влейну не знаю вы crossing что за меня заплатить деньги и скорт агентстве понимаете вот одно дело типа вот смотрите чем ну типа ну нормально а другое дело если бобы с кортагесты блять ну нет ебать не можно взять гораздо круче типа зачем за это платить деньги да можно взять соску ну то есть как бы такое конечно кому то может нравится что-то брутальное там не бублик на хуй знает где-то мы там бруталы тоже жесткие есть какие-нибудь там знаете такие супер бородатые накаченные там типа того да там тоже такие наверняка есть короче нам ну такое такое то есть я далее никуда не заходил поэтому это раз но слушай просто я сейчас работаю моделью но только как модель поэтому я думаю у нас есть о чем ты работаешь моделью ты хочешь сказать он модель да и ты модель зачем который работал в сопровождении эскорта точно поможете в модельном бизнесе ты мне очень понравился я иду баба слушайте я просто принципиально не хочу слушайте я не пытаюсь его засрать у него нормальное симпатичное лицо вся хуйня но фигура так себе из такой-то то есть видит такой ну как бы не снифу неформенный парень лицо некрасивое то есть она по-моему просто симпатичный то есть нет такого что он прям блять ебать охуен там вышел лицо блять такое красиво нет просто бачу выходил парень выходил парень вот который второй блять симпатичный же был которого еще все скипнули забыл как его зовут блять с такой еще здесь цепочкой которого еще трогали бицуху он типа был этот велосипедист но он на самом деле вообще нихуя не намного хуже блять но здесь прям аж вабанки то есть его не просто выбирают а прям вабанки хуярят какие-то бля может мне девчонки объясняют без шуток девки можете объяснить что тут что вы что и такое что происходит просто нормальный молодой парень с не самой красивой фигурой как бы в чем прикол я сама хз блять всех из я вообще не понимаете почему происходит я с их из я сама в шоке блять реально я не понимаю для чего что блять чтобы клеить девочек нужно быть пиздоболом было же два норм тела для и еще самое забавное он даже харизмы как бы понимаете вот если бы он вышел и начал бы такой на харизме разъебывать то есть он вышел обычный черек а потом на харизме такой хоп 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 и мы смотрим на него и такие бля ебать блять а он просто ну я работал там то вот это я только делал вот это и вот это блять он про блять 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 что нахуй блять блять что блять что блять блять выбейте меня в жопу я вас прошу я не понимаю этот мир еще раз говорю я не пытаюсь таксичить в его сторону симпатичный молодой парень вопросов нет нормальный хороший паренек я говорю лишь о гипертрофированной реакции то есть реакция настолько ебанутая что мне кажется что я слепой и чё-то не вижу киваху и блять по типу даже тот чел который на велике ездил лучше я иду ва-банк девочки я тоже за тебя этого банк блять водки водки мне нахуй водки блять водки мне я не понимаю я слеп блять я слеп я не вижу я не вижу кто там стоит, блядь? Почему они... Я не вижу! Что там такое стоит, блядь? Я не вижу! Брэд Питт пришел на эту передачу? Что, блядь? Что там, блядь? Блядь! Я предлагаю посмотреть 10-часовую версию. Да, блядь, сердец у них нет. Это чисто вумен приколы? Вабанка. Девочки, ну, я считаю, что, ну, парень уже все решил. Девочки, значит, сейчас он выбирает? Девчонки, я знаю, что я вам всем понравился, я уверен в этом. Поэтому это... Блядь, бро, вот, ебать, я хочу, я хочу быть так, как он. Я все, блядь, это мой идеал, это мой идеал, блядь, это мой идеал, блядь, все, я не хочу. Нахуй рельефное тело, нахуй дефициты, нахуй качалку, нахуй, блядь, стремиться к тому, как выглядел Брэд Питт свои лучшие годы. В пизду! Нахуй, блядь! Нахуй! Заказываю пиццу, блядь, я давно хотел, запазываю пиццу, блядь, и начинаю ебашить, блядь, все! Нахуй, нахуй все, блядь, просто, блядь, зачем это все, когда, блядь, можно просто кайфовать от жизни? Ва-банг! Вы можете быть все моделями, да, я сам модель, я себя очень уважаю. Ты, сука, блядь! Это что, это, блядь, это какой-то угар? Это, блядь, что это? Это параллельная вселенная, блядь! Какая модель, блядь, я еще? Вы отдали все голос за меня, то есть вы пошли ва-банг. И знаете как, наверное, давайте так поступим, я не выбираю никого, я лучше поищу себе настоящую тигрису, так как я смотрю, вы все очень капризные. Состоячую тигрицу. Блядь, может быть, они это сделали для шоу? Может, это сценарный мув? И чтобы он потом никого не выбрал? Я, я не знаю просто. Су, блядь, сад, сукралью, понял. Поэтому. А может, ты со мной все-таки уйдешь? Зачем тебе такой парень, который сам от тебя отказался? тут ты все... Я не верю, это, блядь, точно, это какой-то бред, это какой-то, какой-то, какой-то сюр, блядь. Ну, тогда иди отсюда. Можешь, ты все-таки меня заберешь? Нет, все-таки, все. То есть ты решила сама запроситься, да? Все, все, давай, пока. Парень симпатичный, блядь, ну, реакции, конечно, ебанутые, блядь. Причем, я понимаю, что я сейчас ухожу, покидаю вас всех, но вы ведь тоже уходите, вы пошли ва-банк, поэтому до встречи. Блядь, он еще так говорит, вы тоже уходите, вы пошли ва-банк, блядь, реально, как будто это сценарный мув какой-то. От него даже спич, как от участника, достаточно странный. Честный, я же говорю, это вообще тогда не мой вариант. Какой неприятный парень. Задело, задело. Я отшил всех девчонок у нас на проекте, потому что изначально мне они показались очень такими общительными, открытыми, искренними. Но в конце как-то они начали, так, мне не понравилось, язвить. Это мой первый выпуск. Все вместе покидаем. Да, да, как-то странно это было. Просто он даже не подумал ни про какую девчонку, как-то не пос... Ну, как-то странно. Да, про второго, он еще нормальный. Ну, потому что самого классного парня поставили в конце, а он оказался не таким классным. А он оказался геем, блядь. В итоге. Наш пацан, блядь. Потому что мы все пошли ва-банка, он нас опрокинул жестко. Ну, не зря же говорят, он эскортник. Поэтому он так и сделал. Я бы сказала, на сегодняшний день моим идеалом мужчины прежде всего должен быть харизматичный. Этот был очень харизматичный. У него харизма просто ебало, блядь. Перекрыло нахуй все. Такие остроумные шутки были. Вы так все смеялись над ними. А, погоди, он даже не шутил. То есть было очень здорово. Он так харизматично рассказывал про то, чем он занимается. Ну, я какаю по утрам. Чищу зубы. Завтракаю. Стараюсь что-нибудь углеводное с утра ебануть, чтобы энергия была на день. Да и, в принципе, потом ложусь спать. Очень харизматичный. Мужчина интересный, интеллигентный, воспитанный и желательно брюнет высокий. Вау. И самое главное, что все это ни в коем случае не банально. Первый мужчина мне не понравился. За второго я даже не играла. Третий без комментариев, потому что его улыбка меня свела с ума. А четвертый мальчик как раз таки мне понравился, но он, видимо, растерялся. И все. И понял, что не потянет меня. Да, тебя хуй кто потянет. Ушел, он тоже один и я одна и мне кажется, он очень сильно об этом жалеет. Я сегодня ушла одна, без парня, потому что все мальчики, которые были... Она, в принципе, если бы похудела, может быть, была бы симпатичной девчонкой. Так в целом на лицо смотришь, учитывая, что она пополневшая. Оно нормальное. Если представишь, что у нее появятся скулы какая-то, худая вот эта, то она может быть очень симпатичной девочкой. Но, увы. Они оказались полными козлами, вообще. Показали себя с самой худшей стороны и лучше уйти одной, чем хоть с одним из них. Я искала себе мужественного парня, старше меня, с которым будет интересно поболтать. Старше тебя, студентка, блядь, да, да. с чувством юмора. Кстати, такого парня никто никогда не хотел, я единственная. Да, да. Да, блядь. Знакомьтесь с нашими сегодняшними участницами. Анастасия, духовный наставник, знает все о медитации, пишет картины, знает самую длинную скороговорку, хочет познакомиться с парнем, который будет принимать ее такой, какая она есть. Че такая, как-то взрослая очень выглядит, пусть будет три. Диана, художник по костюмам, специалист по попаданию в неловкие ситуации, не переносит на дух игроманов, будет рада познакомиться с понимающим и верным парнем. Валерия, спортсменка, музыкант и просто хорошая девушка. Любит экстрим и парней с татуировками, работает специалистом по подбору персонала в крупной компании и при отборе кандидатов на вакансию своего парня будет строга, но справедливо. Три! Мари, риэлтор, в прошлом снимала баттлы рэперов, планирует научиться водить машину и сдать на права, любит подурачиться в поисках высокого красавца. Три! Три! Часа! Алена, геодезист и эксперт по управлению недвижимостью. Обожает путешествовать по России, прекрасно танцует. Парни ценят умение хорошо одеваться. Три! Ну что, девочки, смотрю на вас и понимаю, что меня реально послали сюда свыше, чтобы немного света добавить в ваше такое темное общество. Дед, блядь, ну в смысле, она мне, кстати, вообще не понравилась. Нет, я очень рада, что я сегодня сюда пришла, потому что вы... Она еще менее привлекательнее даже, чем некоторые те другие, которые мне три поставил. Вы здесь вообще ни о чем, мне не конкурентки. Две рыжухи и кто-то в свитере связанной бабушкой. В случае, то уйду я. А вы будете погрызать за мной остатки? Чел пишет в чате, а Аскона, пиздец все стрёмный ёбаный рот. Сидит для корохи. Это в штанах, блядь. Ой, это рука в трусах такая. Пиздец, блядь, стрёмный, ща-ля. Блядь. Да, блядь, объективно сказать, вот объективно, на самом деле, большинство из нас, за редким исключением людей из чата, большинство из нас, посади туда, нас так же бы оценили. Потому что мы выглядели уебищно, блядь. Вот так вот со стороны на камере, вот так со стороны на камере, еще и так далее, блядь. Я вам скажу, могу сказать так, это у меня еще, это я еще, знаете, вот кручусь, вы меня там видите в разных вещах, а вот у меня хоть какое-то о себе представление более-менее есть адекватное, потому что я себя вижу на камере со стороны в разных вот этих вот, да, вот этих хребляниях и так далее. А большинство из вас вы себя видите только в зеркале, вот так. Ну то есть, вы себя со стороны вот достаточно объемно не представляете. И вы когда впервые с этим столкнетесь, вы охуеете. Потому что я приду-то, я-то уже знаю, блядь, что я урод, блядь, я приду такой, а полюбая, а уже себя видел. А вы придете, блядь, и охуеете потом, когда посмотрите выпуск про себя. Когда вот ваши все вот эти вот, блядь, вот эти вот ваши вот эти ракурсы все возможные, да, блядь. На самом деле мы все уроды, блядь, мы туда придем, там нам всем, блядь, поставят нахуй по три балла, блядь, чат. В лучшем случае тоже придем, блин, и это... Но, 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 но справедливости ради, справедливости ради, мы все-таки, мы оцениваем, потому что они на передачу пришли, как бы, они оценивают мальчиков, они сами оценивают себя, друг друга, и мы оцениваем их, так что можно, можно. А что вам нужно вообще с отношением? Ну я думаю, тебе в конце, чтобы ты принцессу превратилась? Нет, мне нужны татуировки и тачка, совсем не угадала. Ебать, это звучало так уебанское, мне нужна татуировка, мне нужны татуировки и тачка, это прям, блядь, это звучало как-то по- 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 по-шаболски, блядь, честно говоря. Такого тебе здесь не найти, найти, не сомневаюсь. А как же добро, можно машину и квартиру, как бы, как бы, блядь, я как человек с квартиры ни одной могу тебе сказать, что нахуй ты мне нужна, блядь, нахуй, блядь, в пятиэтажном доме это мой пределный не дня без воебонов, да ладно, блядь как будто я нахуй один человек с квартирой здесь дохуя мужиков сидит с хатами своими именно, несъемными и че, блядь, ну я че не прав, блядь, когда к тебе девка с таких ног заходит не в плане того, что ты симпатичный а у тебя внезапно есть квартира и это как бы плюс, а когда она изначально заходит с того, что мне нужна квартира от тебя, машина и татуировки, то есть прям сразу же она с этого заходит ну так, ну, знаете тогда как бы, блядь извините, нахуй эти вот девочки, дуры которые за сколько? давайте посмотрим за 500 может кому-то что-то не подойдет да уж Александр 31 год руководитель айти-компании нихуя себе, блядь, у Александра руководителя айти-компании это очень жестко занимается плаванием нихуя еще и значит если плаванием прям нормально занимается то фигура хорошая уверен в том, что бывшая по сей день пересчитывает его стихи которые он ей написал вот казалось бы все охуенно Александр 31 год руководитель айти-компании спортсмен-плавец, блядь думаешь такой заебись мужик, блядь и тут я уверен, что моя бывшая до сих пор читает мои стихи которые я ей написал блядь, чел сука, блядь, чел блядь, чел ищет веселую забияку с отличным чувством юмора который работает ангелом в раю как все красиво начиналось начиналось охуенно охуенно богатый спортсмен блядь все так охуенно начиналось девочки, что это, мне кажется это как будто мой мужчина да, это мой давай нажимай айтишник еще ангел это точно про меня я играю я нет потому что я думаю для него создана блондинка наша красотка я пас я дьявол, извини я пас я люблю постарше что, что блядь ему вроде не 15 ему и не 20 да ему блядь даже не 25 какой постарше, блядь ему 31 по-моему какой постарше, блядь прием, блядь извините алло, блядь ей нужно 40 плюс, блядь, что ли? блядь, что за хуя, блядь я в игре он айтишник шесть везет телекомпания вид представляет ту-ду-ду как же они жестко пиздят в своих описаниях, блядь это просто когда они говорят занимаюсь плаванием я вот не знаю вот занимаюсь плаванием это что? раз в неделю хожу в бассейн ну так просто поплавать поплескаться? ну я тогда, блядь, не знаю профессиональный боксер я тогда, блядь мастер велогонок блядь, здесь все же как это работает вообще, блядь я оценил себя в 500 баллов потому что я этого достоин у меня действительно две квартиры в Москве я езжу на автомобиле бизнес-класса блядь ой, бля, пощады, пиздец ой, пощады, блядь ой, пощады а чего добился ты, я все богаче его но это пиздец, блядь даже я бы это не скал на передаче и у меня отличное светлое будущее я блядь, чуть чай не выплюнул пиздец ну смотрите-ка милашка ну как мало надо для счастья без лишних красок чистая здравствуй нам непонятны мотивы наших чердец и это не важно просто останьте здесь я благодарю каждому по бьюти-бллендеру это, так сказать, хит сезона спонжики они очень прикольные и вы часто пользуются мне тоже не нравится как бы это вам такой президент от меня даже не могу оскорбить твою прилизанную прическу что это такое я типичный айтишник просто можете задавать любые вопросы я честно отвечу то есть у меня есть интерес есть увлечение посетил 27 стран каждый день плаваю по 40 минут чтобы форме блять чел при всем уважении ну чё-то сука не сходится блять то есть все в принципе хорошо есть перспективы в разных сферах так сказать самом деле добрый мальчик вот я смотрю на него посмотрите на меня на него добрые ребята блять нет парень то окей нормально ничего ничего не говорю просто такое ощущение что он где-то пиздит блять покрыться а ты можешь для меня кое-что сделать да я не хочу белый цвет и хочу розовый но если ты меня выберешь то эти поменяю после передачи на розовый как бы вот а ты можешь забрать у нее и подарить поменять словами так сделать на самом деле это была проверка это очень не джентльменский поступок молодец это же была проверка до блондин очка или ты правда такая что будет загадкой он мне не подходит и вообще такое ничего я хочу сказать но я хороший до 31 года ваше здоровье вообще все супер будет кстати хорошо что парень пропорциональные ноги длинные я готова тебя забрать так что девочки я иду бабанк еще раз за упакой блять лечу в италию наконец-то господи это это так ужасно такое слышать от женщины которая тебя выбирает это так унизительно для тебя блять когда она юзает ну она идет за твои возможности а не за твою персону где твои возможности просто являются приятным бонусом к твоей персоне мне саша понравился потому что у него такая чистая добрая энергетика и он подарил нам подарки это было так мило мне тоже больше всех понравилось анастасия всех девушек так как у нее очень яркий такой прикид как бы она подчеркивает свои аппетитные формы я думаю саши я сто процентов понравилось блять ну ты мне например не нравишься это выручу по-другому блять может по поводу совместного будущего мы сегодня с насти идем в кафе вместе едем на моем автомобиле со студии со съемочной если честно я не знаю смогу ли я создать саши семью опять же тоже верно все судьба но пока мне нравится милого дача ну это низкий поступок был чуть-чуть да менять одно на другое это действительно как отнять конфетку ребенка просто серёга не сравнивай себя с другим у тебя тело аполлона мудрый соломона богатство ракфеллера да и обычно блин почувствует себя лучше хотя бы в аду а я молчу блять я ничего не говорю просто я молчу просто я очень не сравниваю себя блять я просто молчу блять я просто сижу и пукую блять я же ничего не сказал про него я просто пил чай блять там обидно что мальчики походу закончились и мы пойдем сейчас домой ничего страшного обидно на самом деле остаться после любовного шоу одной я бы обязательно пришла повторно к вам на шоу чтобы найти свою настоящую любовь значит мне на этом шоу не подошел не нашелся такой человек который был обо мне по душе я не считаю что нужно брать кого попало потому что зачем нужно брать того кто тебе подходит по сердцу поблизости там всем параметрам остальным нет мне совсем не обидно было потому что знаю что еще встречу эту самую настоящую искреннюю любовь так что все впереди понимаю понимаю а а а а а а а Продолжение следует...